здравствуйте друзья после прогулки пешей по швеции мы вернулись назад в финляндию где на заправке собралась уже все население маленького села все хотят кушать тут с 11 где-то до 6 вечера можно за 10 евро в неограниченном количестве кушать ну видите женщина национальной одежде и одной из самых дорогих стран европы мы почти больше всего кушаем дальше мы двигаемся по северу финляндии по лапландии по северо-западу финляндии мы двигаемся фактически на самый край финляндии в точку где пересекается границы трех стран швеции финляндии норвегии очень красивое место на место под следующих сериях смотрите что не пропустить подписывайтесь а пока вот такая арктическая местность двигаемся обратите внимание на высоту дорожник знака вот сейчас будет слева справа снега все-таки много зимой это же настоящий что эти линии понемногу место становится более какой-то холмистой на горизонте если присмотреться проскакивают снежные шапки реки повсюду пересекают дорогу мосты ну очень необычно у какие порожки небольшие глянь и валит река широкая стоит такая же жителя пишу блин же это арктика на реальная автобус пошел не пойти не видел откуда какой и такая у нас дорога наверное километров 300 на удивление в этой местности очень много машин особенно этих домиков но очень много хотя местность людей вообще нету в общении мы все ближе и ближе подъезжаем к снежным шапкам о вид дочек открыткой станет глянь вперед берез блин так вот этаж гора это ориентировочно возле нашего озера жени смотрите как поменялась местность действительно появились горы и чем ближе к норвегии тем они будут выше более какие-то такие интересные ну тут как бы можно сказать начинаются горы которые потом превращаются на норвежском море фьорды едем подъезжаем мы к нашему интересному озеру где мы будем жить где будем его покорять у нас температурный рекорд поездки 7 а вечером он бот побит пару раз ну смотрите дальше напомню середина лета север финляндии лапландия такое чувство как на какой-то въехали другую планету женя заправка надо смотреть если еда может нам завтра сюда придется заехать не знаю какая фоточка с увеличением мы правда еще ближе к этому подъедем ну вот это конечно сурово слева мы попали в местность в арктике где снег не тает на горах на каких-то там северных склонах ямах не тает круглый год мы подъезжаем к интересному красивому месту в национальном парке малта там будет озеро такое снежные шапочки смотрите дальше подписывайтесь наши приключения по финляндии сейчас станем тут какая-то смотровая у меня нарисовано потом дотянем до границы с норвегией вернемся назад там где-то километров 8 до границы просто может больше в снег заедем оценим что там как вот так нужно одеваться летом финляндии теплые куртки две шапки ну идем на озеро смотреть север таги арктика суровая вот такое у нас открылась суровая арктическое озеро с снежными шапками на горизонте мега холодная но очень чистая водичка камни очень красиво очень необычно блин круто я забрался немножко по камушкам вот в озеро в озеро ты знаешь наверное пейзаж который ожидаешь от арктики жена застрял на камушке сейчас будем его снимать ну а вообще шутка когда всех сторон хочется заснять это небольшой озеро арктическое которое переходит в речку вот такие пись пешеходы повсюду с в арктике в лапландии посмотрите на рога этого оленя мы двигаемся в сторону границы с норвегией границу пересекать сегодня не будем нас автомобиль взят в аренду без права выезда за границу ну границу мы все равно пересечем завтра с норвегией смотрите подписывайтесь на канал а пока вот такой милый олень полярный мы все-таки заехали в норвегию проехали метров 500 по норвежской территории тут снег еще ниже лежит ну наверное туда очень необычное печально лета тут высота как бы метров где-то 400 и лежит снег но это мега необычно женя традиционно фоточку делаем ну и двигаемся назад будем поселяться в отеле и сегодня еще будет много у нас приключений в частности у меня я попаду в мега снегопад смотрите дальше с этого пирса отходит корабль в очень интересную колоритную точку это граница трех государств мы туда тоже планируем идти но на но погода сегодня не совсем такая хорошая как бы мы приехали в этот поселок погода была относительно нормальная но натянула вот прямо по курсу будет граница трех государств и пойдем мы туда завтра сегодня у меня будет подъем в гору на очень колоритную смотровую площадку а завтра погода должна быть немножечко лучше мы попробуем на этом кораблике пойти ну не на этом сейчас кораблик придет попробуем пойти к границе трех государств это швеции финляндии и норвегии очень колоритное место место последней завершающей ночевки вот такие домики с вот таким просто фантастическим видом которые сейчас затянули какие-то снежные облака плохо вот там видно ну просто мега необычное место на границе с норвегией просто необычно холодрыга такая шу капец потеплело четыре с половиной градуса завтра наверное поплывем на лодочке до трех границ он вроде кораблик там стоит сейчас мы подойдем к нему сегодня погода плохо плохая завтра будем смотреть что как возможно я пойду тоже завтра вот туда наверх на горку посмотрим что там туда очень красивый вид открывается на эти все горы на озеро на эти домики на поселочек очень красиво друзья кому понравилось приключение по финляндии подписывайтесь на канал у нас у меня созревает идея поехать тут на снегоходе зимой где-то по речкам по как бы выехать в финляндии поехать на мыс нордкап на самую северную точку европы посмотрим как она будет но пока идея есть вот на такой лодочке может завтра поплывем на этот на границу трех государствах в арктике швеция финляндия норвегия очень такое в суровом месте сделано . но пока пока погода там плохая мы туда пока не поплывем назад и наверное пойду пешечком с этого места ребята поплывут на кораблике я обратил внимание что местами на камере проскакивает снежочек сейчас интересно мокрый снежочек люди собрались плыть погода плохая их особо не пугает там особо не увидели теплым на мы наверное будем ждать завтра вот там как раз видно грозовое облако на горизонте большое хотя в арктике 15 минут облака потом через 15 уже может и солнце быть большой уже не на суткой плыть пусть за этим за лодкой тянется на старый друг блин слышишь реально 10 человек и все пересекаются на всю лапландию ну что подходит к завершению такая небольшая серия про финскую лапландию север лапландии красивое озеро дорога по лапландии следующей серии будет мой подъем на вот эту гору которая вот напротив кадре смотрите подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо что смотрите и до новых видео